Число вакцинированных от коронавируса в крае перевалило за 1 миллион, но почему до коллективного иммунитета пока далеко. Дешево и сердито, во сколько жителям региона обойдется самый скромный набор продуктов для новогоднего стола. 75 лет сегодня исполняется отечественному хоккею. О том, как раньше сражались на льду, рассказывает легенда барнаульского хоккея. Через два дня планируют дать тепло в прогремевшем на весь край детском саду села Косиха. Напомним, громкая история о замерзающих детях стала известна в начале этой недели. Учреждением уже заинтересовались алтайские исследователи Роспотребнадзор. Сегодня в Косихе побывала наша съемочная группа. По словам родителей малышей, в детском саду проблемы с отоплением не решаются уже 8 лет. Так, температура во второй ясельной группе с начала этого отопительного сезона опускалась до плюс 11 градусов. Родители начали бить тревогу, написали жалобы в разные инстанции и вроде бы проблему попытались решить. Поставили электрообогреватели. Была такая ситуация, что я пришла забирать ребенка, у ребенка кровь. На следующий день повторилась ситуация с другими ребятишками, что у них просто из-за того, что пересушка воздуха из-за обогревателей, которые говорят, что стоят только, когда нету детей в группе. А на самом деле, что когда дети приходят в группу, стоят обогреватели и воздух пересушивается, у детей идет просто кровь. Сегодня детский сад Чебурашка закрыт на карантин. Причина, пояснили местные чиновники, отсутствие многих детей. Они простудились. Родители уверены, что дети массово болеют из-за холода в детском учреждении. Как решается проблема, ведутся ли работы по модернизации системы отопления, расскажем завтра в вечернем выпуске новостей. Барнаульский аэропорт ждет глобальная модернизация, которая обойдется в несколько миллиардов рублей. Разговоры об этом идут уже несколько лет, но, похоже, в этот раз все серьезно. Об этом накануне заявил губернатор региона Виктор Томенко на своей пресс-конференции. Ранее 52% акций Барнаульского аэропорта принадлежало государству в лице края. 48% – партнеру компании «Новопорт». Это крупнейшая сеть региональных аэропортов. Так вот, именно «Новопорт» выразил готовность присоединиться к дорогостоящему проекту по модернизации аэровокзального комплекса. К тому количеству акций, которые сегодня уже есть, 52% у края, 48% у «Новопорта», выпускаем практически еще столько же акций. Эти акции «Новопорт» покупает у аэропорта, и кладет деньги на счет аэропорту. Эти деньги являются источником для того, чтобы начинать работы по развитию аэровокзального комплекса. Мы ничего не продаем, повторюсь еще раз. Просто наш пакет, теперь его доля становится меньше, потому что акций стало больше. В итоге у края остается 25%, остальные 75% у «Новопорта». Отметим, что пандемия сильно ударила по пассажиропотоку Барнаульского аэропорта, если в допандемийном 2019 году через воздушные ворота региона проходило примерно 530 тысяч человек, то в 2020 году около 300 тысяч, то есть падение почти в два раза. Тем временем число привитых жителей края от коронавируса сегодня достигло миллиона, а точнее 1 миллион 709 человек. Еще почти 77 тысяч человек поставили первую прививку, в ожидании второй. Однако даже 1 миллиона вакцинированных пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета. По словам специалистов, необходимо привить 90% взрослого населения, а это еще примерно 600 тысяч жителей региона. И переходим к другой теме. В Благовещенском районе прошло несколько митингов, которые организовали члены профсоюза градообразующего предприятия «Кучуксульфат» и инициативные жители. Повод нерадостный. Как жить дальше? Люди обеспокоены благополучием поселка и муниципалитета. Сегодня один из крупнейших налогоплательщиков края вовлечен в судебную тяжбу. Прокуратура России намерена безвозмездно забрать акции «Кучуксульфата» в пользу государства. Хотя с момента приватизации прошло 30 лет. Наши корреспонденты побывали на заседании суда. Что касается срок исковой давности, то только сейчас была озвучена позиция прокуратуры, но она реально, с точки зрения гражданского права, это эффект разорвавшейся бомбы. Вот я так считаю, потому что она может быть применена к любому предприятию. В Алтайском крае начинается судебный процесс, который может создать прецедент для всей страны. Генпрокуратура России подала иск с истребованием акции градообразующего предприятия «Кучуксульфат» у нынешних владельцев в пользу государства. Спустя 30 лет ведомство намерено деприватизировать предприятия. Как полагает гособвинитель, передача собственности в 90-х прошла с нарушениями. Правда, к участникам приватизации прокуратуры претензий нет. Стороны процесса – нынешние владельцы акций, которые выкупили их на вторичном рынке в конце 90-х, Генпрокуратура России и Федеральное агентство по управлению имуществом. В результате незаконных действий со стороны региональных органов власти в лице регионального фонда имущества и со стороны Управления имущественных отношений, которые совершали действия по преобразованию государственного предприятия в акционерное общество. По мнению Генпрокуратуры, нарушения в ходе приватизации допустили местные органы власти. Территориальный комитет Алтайского края по управлению имуществом и региональный фонд имущества. Именно они в 90-х годах провели преобразование кучок сульфата в акционерное общество. Как нам удалось выяснить, в 92-93 годах председателем комитета по управлению госимуществом региона работал Потапов, а председателем фонда имущества региона были Баштовой и Ященко. И по логике выходит, что эти лица могут быть причастны к должностному преступлению, которое не может оставаться безнаказанным. Однако прокуратура пока эту тему не развивает и говорит просто об изъятии акций у собственников. Вопрос ведется исключительно относительно законности владения тем пакетом акций, которые государство истребует у вас или у ваших доверителей. Мы не ставим вопрос о законности сделки о приватизации в виде самостоятельного фототреливания. Прокуратура говорит, приватизация была незаконна, но мы ее не оспариваем, но акции заберем. Такой подход можно применить к любому предприятию, которое приватизировалось. Аргумент юристов о трехлетнем сроке подачи иска прокуратура отметает, мол факт нарушения не обнаружили только осенью этого года. Адвокаты не согласны, объясняют, государство участвовало в приватизации. И сейчас важно доказать законность процесса приватизации, иначе подобных исков может стать очень много, что довольно абсурдно и создает реальную угрозу бизнесу. Если состоится то, что требует генеральная прокуратура передать акции в собственных государствах, то есть по сути это деприватизация. У нас есть яркие примеры, даже в Алтайском крае шинный завод, моторный завод, еще несколько предприятий, которые обанкротились, коллективы остались без работы, потерянные технологии. То же самое, по сути, грозит и нам. Страна защиты утверждает, что кучук сульфат – один из образцовых примеров приватизации. На следующем заседании стороны изучат документы передачи ценных бумаг за подписью различных ведомств, в том числе и прокуратуры 90-х годов. Суд назначен на 11 января. Мы будем следить за развитием ситуации. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. В этом году традиционный новогодний салат «Сельдь под шубой» обойдется россиянам на 16% дороже, чем в прошлом году. Только цена на селедку выросла более чем в два раза, сообщают федеральные СМИ. Наша съемочная группа отправилась в магазин, чтобы узнать, во сколько барнаульцам обойдется скромный праздничный стол, а также в чем причина стремительной продуктовой инфляции. Подробнее в сюжете София Яценко. Вот это средняя цена получается. Чтобы закупить продукты к Новому году, теперь приходится чаще прибегать к математике. Даже некоторые товары по акции заметно бьют по карману. Подорожало все, от бакалеи до молочных продуктов. Чтобы купить нужные ингредиенты для праздничного стола по экономичной цене, нам пришлось потратить немало времени. В итоге за полчаса собрали минимальный набор. В этой тележке продукты на самую малую часть новогоднего стола. Это салат «Сельдь под шубой», «Оливье», «Нагорячее» и «Бутерброды с икрой». И за это придется уже отдать около 2000 рублей. Причем на семью из четырех человек такого набора уже не хватит. А если добавить сюда алкоголь, нарезку, фрукты и сладкое, то конечная цифра на кассе возрастет в разы. Мы решили спросить у барнаульцев, во сколько по их подсчетам обойдется стол на главную ночь года. Я не умею культурно говорить в очень большую сумму. 15-20. Купила виноград, купила сок и бананы. И все. И знаете, 750, три этих. 28. Очень дорого, я думаю. В пятнашку это точно. Идешь в магазин покупать и вообще ничего нет. На столе нету, а деньги. Деньги летят. Тысяч пять, пять – это пенсионерам невыносимо. Причин значительного роста цен, говорят предприниматели, много. Например, стоимость мяса стала ощутимой после запрета на подворный убой. Сильно подорожала и молочка. Сократились производства, содержать скот стало невыгодно. Закупочная цена молока стала выше на 30%. Такой ползучий рост, устойчивый на протяжении последних, наверное, полугода, мы наблюдаем достаточно серьезно. Я бы так действительно инфляцию продуктовую оценивал не на уровне роста, о котором он говорит, там 6-8 максимум процентов, а на уровне 20-30% в реальности. Такая рыночная экономика, отмечает предприниматель, серьезно сказывается на качестве жизни потребителей. Деньги обесцениваются, а рост заработных плат и пенсию далеко не догоняет уровень инфляции и все, что с этим связано. Поэтому в какой-то степени государству, в том числе, разгон инфляции и рост цен оказывается выгоден. К слову, в следующем году, прогнозируют специалисты, резкого роста цен на продукты быть не должно. Однако ждать ощутимого снижения тоже не стоит. Ну а в этом, судя по всему, отказаться от разнообразия на новогоднем столе придется многим барнаульцам. София Яценко, Андрей Печоркин, Вадим Быстревский. День с толком. Цена на шампанское тоже может вырасти. Ассоциация производителей обратилась к министру финансов Антону Силуанову с предложением поднять стоимость на 30 рублей. Речь идет о минимальной розничной цене. Сегодня шампанское и игристые вина стоят 169 рублей. Цена на заводе – 118. В ассоциации считают, что производители не могут уложиться в действующий минимум с соблюдением технологий. Причина – повышение акцизов на виноград и виноматериалы уже 1 января. Виноделы считают, что бутылка должна стоить минимум 199 рублей. Тогда заводская цена вырастет на 18%. В Минфине сообщили известием, что предложение будет рассмотрено. Не будем о грустном, поговорим о том, как создать себе и коллегам новогоднее настроение. Совершенно бесплатно и от души этим занимается сотрудница детской краевой больницы Моника Сапкина. Она каждый год украшает рабочее пространство елками, которые делает сама. И некоторые даже разбирают по домам. Анастасия Дороган познакомилась с автором елочного искусства. Праздник приходит и на работу тоже. А настроение мы создаем себе сами. Это точно знают в детской краевой больнице. Заведующая клиникой диагностической лаборатории Моника Сапкина буквально амбассадор Нового года. В 2016-м на ради интереса слепила большого снеговика и стаканчиков. Поделку похвалили. И в следующий год Моника принесла елку. Работа сложная. Требования к сотрудникам очень большие. В течение года работать сложно. Поэтому когда-то надо радовать. Тем более, по большому счету, новогодних праздников как таковых у нас особо нет. Потому что круглосуточная лаборатория работает. И те дежуранты, которые остаются в ночь, они на Новый год остаются здесь. С тех пор елок десятки, а коридор – главная выставочная площадка. Это ОСП. Это вырезано электрическим лобзиком. Вы сами вырезали? Да. Это электрический лобзик и дрель-шуруповерт. А еще в арсенале мастера швейная машинка, клеевой пистолет, даже паяльник. Все это Моника взяла в руки несколько лет назад. Говорит, нравится творить. Это елки из ткани. Держат форму благодаря картону, а держатся за счет цемента. Здесь все внимание на огромный мягкий шар. Он сделан из шести клубков ниток. Буквально звезда коридора – елка с неоном. Три слоя пенопласта. Они склеены. Задняя часть, которая цельная, серединка, она узенькая. И как раз на нее наклеена светодиодная лента. И вот передний слой уже вырезанный из пенопласта. По словам Моники, тяга к рукоделию проснулась недавно. Но наброс кофеолог у нее уже на годы вперед. Творит после работы и ночью. Силы придает радость коллег. Конечно, поделки некоторые выпрашивают домой. Бывает. Ну и, конечно, их очень много. Они все, наверное, уже не вместятся в наш коридор. Я больше себя чувствую Дедом Морозом. В общем-то, у меня просто замечательные сотрудники. Мне очень повезло. И так как я их руководитель, я за них, за всех отвечаю. И, в общем-то, у меня есть возможность их порадовать. Кстати, к концу недели в коридоре включат музыку с новогодними песнями, чтобы приближение главного праздника прочувствовали все. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня, 22 декабря, отечественному хоккею исполняется 75 лет. Именно в этот день, в 1946 году, был дан старт первому чемпионату Советского Союза. Он прошел в восьми городах страны. Финал состоялся в Москве на льду стадиона «Динамо». О хоккее тех времен. Наш корреспондент Дмитрий Дроздов поговорил с легендой барнаульского хоккея Вячеславом Бугорским. Я вот игрок сборной, я получал 74 рубля. А за кого я играл в футбол, за завод, по 300 получали. Плюс талоны еще давали какие-то на питание. Это была одна из главных специфик отечественного хоккея. Спортсмены играли, бились за команду, за эмблему на груди. Финансы были на втором плане. Вячеслав Бугорский – легенда барнаульского хоккея. Лучший бомбардир мотора. Тора по сей день с теплом вспоминает о том отечественном хоккею. Знакомство со спортом у Бугорского случилось во дворе родного дома. Сначала он играл там в футбол, а зимой пробовал играть в хоккей. Так его и заметили тренеры мотора. В 16 лет уже привлекали в команду мастеров. С 70-го года и началась легендарная история Бугорского, которая продлилась 16 сезонов. На его счету 332 шайбы. По сей день это рекорд по забитым голам в истории барнаульского хоккея. Но не важно, в каком году или столите ты играешь. Спорт – это и для болельщиков, уверен Вячеслав, на все времена. Мне, допустим, болельщика жалко. Вот даже, возьмите, проводили студенческое мероприятие, в полные же залы ходили. Вот к чему надо стремиться. Если команда отдается полностью, да, но тебе поудачили. Где-то разные моменты есть. Выражение-то еще не говорит о том, что это все плохо. Советская закалка не дает Бугорскому оставить хоккей. Сегодня он тренирует любительскую команду и ездит с ней по разным городам на соревнования. Правда, сам на лед уже не выходит. Бережет суставы. Говорит, возраст дает о себе знать. А еще частенько посещает матчи нашей ведущей команды «Динамо Алтай». Верит, что и она когда-нибудь выйдет в элитный дивизион российского хоккея. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Между тем, этой зимой покататься на коньках могут далеко не все желающие. Это мы уже не о профессионалах, а о любителях. На лед разрешено выйти лишь имеющим QR-код или переболевшим коронавирусом. В минувшие выходные в краевой столице начал работать главный городской каток. И теперь людей там не очень много. Передаю слово Валентине Аскеровой. Перед тем, как сделать панельду, покажи QR-код. Вот такое нововведение действует на самом большом катке Барнаула Клевчения. Большинство правила принимают. Привыкли, система QR-кодов на спорт-объектах действует уже больше месяца. Но и недовольные тоже есть. Я уже привыкла к этому, поэтому нормально отношусь, но в целях безопасности. Ну вообще, честно говоря, я не одобряю это. Почему? Ну ладно, я бы согласился, если бы в помещении, на открытом воздухе. Я ставлю под сомнение этот вопрос, что может распространяться инфекция. А перебываетесь вы где? В помещении. Может быть поэтому? Ну возможно, да, кстати. Главный вопрос, который волнует сейчас любителей фигурного катания, нужен ли QR-код со своими коньками? Организаторы массового катания ответ дают. Мы проверяем наличие QR-кода у лиц старше 18 лет, абсолютно у всех. Почему? Объясню. Самый распространенный вопрос. А если я со своими коньками приду и в помещение заходить не буду? 95% людей, кто приходит со своими коньками к нам покататься, они катаются 30-60 минут, они устают, они замерзают, им нужно будет зайти погреться, отдохнуть. Организаторы катания также признают, что такие ограничения наносят серьезный ущерб ледовому бизнесу. В прошлом году, в день открытия катка, яблоку негде было упасть. Сейчас в разы меньше. Тем не менее, сотрудники главного катка города настроены оптимистично и приготовили для посетителей сюрприз. Сейчас в Кривчине освещают всего три фонаря и кататься довольно темно. Но уже в конце следующей недели здесь установят мощное освещение. И на катке будет светло, как днем. Я на самом деле хожу очень редко, последний раз была два года назад. Но сегодня такая прекрасная погода, что можно как раз-то прийти и покататься. Это очень здорово. Нам очень нравится. Ну а сейчас те, кто имеет свободный доступ ко льду, просто наслаждаются катанием, хорошей погодой и забывают о негативе, который сложился на фоне пандемии. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 23 кнопки в социальных сетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует...